Опьянил совсем в голове дурман У Юры остановка на перекур Ехали два с половиной часа, я спал Просыпаюсь, остановились, думаю вообще заебись Сейчас похурю что-нибудь, поем и дальше спать Еще ровно столько же ехать В общем останавливается он один раз Еволочки покурил и вспомнил А у нас есть кто-нибудь такой умный, кто в страховании шарит? Надо Юру застраховать Знаете там, от всех хуйни хочу застраховаться Мне интересно сколько это стоит и где это можно почитать Если ты страховой агент Короче нужен спонсор Страховой агент спонсор Напиши, ну или вы если сталкивались, то какая компания лучше? Все советуют альфа страхование А я в этом, знаете, не разбираюсь А там очень много нюансов Бывает, знаете, с байкой упадешь Скажут, это, блядь, не страховой случай Так что если вы упали когда-нибудь с байка Приходите в больницу искалеченный Или вас привозят Говорите, что вы просто упали Тогда будет страховой случай Но опять же, смотря как упасть Ну все, говорите, просто упал Ну все, ух, поехал дальше Аж качает Видите, заходите в автобус и тапки снимаете Если у вас нет своих тапок, можете брать вот эти С грибком Тоже охуенные Но у меня есть свои тапки Давайте мне новые тапки купим Я же у вас теперь один И вот пакеты дают под них О, все спят И жрут Вот мы с вами и доехали Хуя, здесь народ у нас встречает Я уже отвык Ехал пять с половиной часов Но если бы ехал ночью То доехал бы за четыре А днем очень много Видите, там транспорта А то, в принципе, лежа и не устаешь Так что путешествуйте А приехали мы с вами хуй знает куда Куда я пока, наверное, не ориентируюсь Нам, наверное, туда А может, не туда У меня есть интернет Разберемся Вот иду и размышляю Блядь, я, наверное, человек большого города Прям иду кайфую Впитываю энергию, так сказать Все-таки в деревнях скучно, блядь Особенно одному А здесь сразу, знаете, движняк, блядь Только непонятно, что делать А я иду в отель Идти минут восемь На такси экономлю Юрец добрался Но я в нем жил, когда был Помните, с Рыжей Жили здесь, в Каши Мини По итогу обошлось мне в 666 рублей Ну, это, знаете, там со всякими ститками на огонь Очень удобно А вам интересно будет видео Если я вам расскажу, какими приложениями я пользуюсь Или вы и так все знаете Ну, реально, вот, без языка можно путешествовать В хуй не дуть Ну, все, я заселился, сполоснулся Надо сходить покушать Блядь, заебись, 10 долларов и ты живешь Вон даже есть за 6, смотри Охуеть, да? То есть, можно за 360 рублей жить здесь день То есть, в месяц 10 тысяч рублей Какая нахуй Россия Короче, блядь Ну, правда, вот в таких катакомбах В которых ебнуть могут Я еще не знаю, где с утра на автобус садиться Ну, погуглю вечером О, поедим в бургер Тинде Идем, идем Идем, идем И не туда О, еды сколько А из пожелать у нас сегодня, друзья мои А как вас, подожди Да, блядь Ну, давайте я вам покажу лучше, да? За 200 рублей взял воппер детский Картошка И кола И улица Дорогие мои Аленочка Ты умеешь радовать с утра Спасибо огромное Ну, а все Я двигаю дальше Забираем ключи и валим Понял? Время 6 А нам надо с вами сейчас Найти 703 автобус И поедем в новую страну На Индию Вчера так и не дособирали 10 тысяч не хватило Так что будем сидеть не в Индии пока Но имею ввиду проживать А еще нам надо с вами Купить 30 долларов Так как въезд В страну Платный Вроде 35 долларов Но у меня 5 есть 30 надо купить Показал мужику фотографию Фу, блядь Показал мужику фотографию 703 автобуса И он мне сказал Иди туда Ну, как все мне и говорили Но лучше лишний раз Переспросить Здравствуйте Ну Надо еще что-нибудь, блядь, Ебать, пожрать Вот, 6 утра Видите народа сколько? Вообще нет никого Блядь, я есть хочу Пойдемте дальше Завтрак 30 тысяч 100 рублей Спасибо Это какао Это как большая Суши Ну Невкусно Автобусную станцию Нашел А где денег Поменять не нашел Подождите Ченжмани Не Короче Не работает Ищем дальше Бля Надо было С вечера Поменять А я опять Проебался Сейчас найдем Охуеть Засада Негде денег Поменять Уже минут 30 хожу Уже и автобус Блядь Ушел Надо как-то Собраться Заткнись Теперь нам надо Найти с вами Билетные кассы И 703 автобус Охуеть Слишком много Автобусов Для одного Юрки Деньги я так и не Поменял Будем надеяться Что на границе Можно поменять Охуеть Да В 6 утра Все Долларов Не купить Блядь Что за бред Где блядь Кассы Все перемешалось Люди Звери Автобусы Как я не люблю Эти путешествия Ебучие Вообще Вы бы знали Вроде Новая страна Должен радоваться Нет моего автобуса Блядь И виза Кончается Сегодня Попахивает Оверстем О 703 Нихуя О да Смотрите 703 А где на него Билет купить А Он просто Уебищный И водила Жрет Да О 703 В общем Кто ищет Тот найдет А где билет Покупать Билет Прям в автобусе Можно покупать Вроде как 40 донгов Что ли Блядь Или 50 Я вам потом скажу Пока Посидим здесь Ну раз Мы с вами Не собрали На Индию 11700 Тогда слушайте Как продлить визу Если вы пожили Уже здесь 4 месяца Во Вьетнаме И вам надо Продлиться Еще на 3 месяца Берете В Муэне Билет на автобус Стоит 350 рублей Можно в Дима Туре Дима Тур Там есть Русское Туристическое Агентство Но кто будет Муэне Те его Всегда увидят Вообще Заебись Все четенько Работает Берете Там билет На автобус И заказываете У них Приглашение Приглашение Стоит 20 долларов Через неделю Они вам Привозят Бумажку Такую На вьетнамском Языке Приглашение С этим Приглашением С этой Бумажкой Я вот Приехал В Хо Ши Мин За 350 рублей Сейчас сяду За 150 рублей На автобус Проеду 2-2,5 часа До границы Вьетнама Выйду С Вьетнама И мне надо Будет зайти В Камбоджу В Камбоджу Виза По-моему 30 или 35 долларов Прохожу В Камбоджу Зашел Покурил Сигаретку Разворачиваюсь И иду Обратно Прохожу Выхожу Из Камбоджи Захожу Во Вьетнам Даю Это приглашение Заполняю Там какую-то Анкету И меня опять Пускают Во Вьетнам На 3 месяца О как Ёпта В принципе Визовая Политика Вьетнама Не может Не радовать То есть Вот эту визу Можно одним Днем Продлить О Мой водитель Покушал Вот мой водитель Там видите Покушал Пошел Мусор Выносить Так что Вроде Ничего Сложного Благо У меня Уже Опыт Есть Знаете Переходы Сухопутных Границ Я уже Переходил Вьетнамскую Лаосскую Границу Помню Даже С собаками Чтоб Никто Не видел А одному То вообще Заебись А потом Не знаю На потом Вернусь В Хо Ши Мин Или буду Клянчить У вас Дальше На билет На Гоа Или поедем На Фукуок Короче Хуй знает Наверно Вот так Ну что Я сел В автобус Народу Никого А вон Цены 50 Короче 50 тысяч В принципе Оговорили Было 40 Подорожало Ну и все Счастливого Пути Юра А это Мой водитель Который Меня повезет На этом автобусе По дорогам Вьетнама Время Пол Седьмого И смотрите Какой Трафик Просто Охуеть Куда Все Едут Неужто На работу Ехал Три с половиной Часа Вообще Пиздануться Надо не забыть Где автобус И не довез Он где-то Тилометр Надо идти Пешком А там Стоят Таксисты Можно На байте Доехать Чуть не упал Там дальше Поехал А видите Там граница Давненько Границы Пешком Не проходил По этому Народу Уже Где-то Я такое Уже Видел На границе Вьетнама И Лаоса Один в один Хуйня Нам Наверное В ту дверь Где народ Стоит А? Не Ничего Не надо Написано Эксит Типа Выход Из Вьетнама Юра Выбрался Из Вьетнама Идем С вами Камбоджу Или Едем Лучше Поедем Короче Дал Сто Руби И Что мы там Сто Денег И сейчас Все сделаем Побыстрее Чтобы Знаете Не потеть Мой автобус Ну что Давайте я вам Расскажу Как я Это все Проходил Подошел Вьетнамской Границе Подошел Помогала Говорит Давай 500 рублей Все тебе Сделаем За 20 минут Я говорю Ты что Сатанел Что ли На Говорю 500 рублей Давай Все за 15 минут Сделаем Отдал Ему 500 рублей За Визу 35 долларов Я Вот вам Не пизжу В течение 10 минут Я Уже Обратно Оказался Во Вьетнаме С Продленной Визой На 3 месяца До 25 Января После Напряга Горю Ну все Сейчас Поеду Обратно